Есть у меня три осциллографа, а тут на 200 кГц. Ну ерунда. Но хочу я сравнить вот этим два осциллографа. Тут, в общем, 100 наносекунд клетка. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотреть, если тут сделать... Поставить делитель... На этом щупе... На 1х... Тогда он очень сильно фронты искажает... Поэтому приходится на 10х... Поставить... Тут 0,5 вольт... Клетка... Одна клетка... 1х... И тут... Фронт... Я заморозил... Вроде бы... Хороший... Тут среднюю кнопку... Нужно 2 секунды... Подержать... Тут... На первый взгляд... Выглядит... Хороший... А тут... По массовографии... Он... Как бы сказал... Намного лучше... Все... Только... Трудность... Труднее синхронизацию... Поймать... Вот... Положай... Труднее... Как... Тут... Он... Ничего не пляшет... Стоит... Ровно... Ровненько... А тут... Вот... Если... Ну... Две секунды... Одины... Плясать... 1,2, опять попался ровно, 1,2, и попробуем немножко его увеличить, а когда он увеличит, похоже, верхушка обрезается. Меньше его. Вставлю транзистор и ровка 250 Ом из затвора. Вот, меняется. Вот на этом сонар. Импульс чёткий, не пляшет, только единственный минус, что он вот тут в минус входит в сигнал. 100 наносекунд клетка и фронт открытия где-то, где-то 100 наносекунд, а фронт закрытия где-то 70 наносекунд. Тут вот он как пляшет. Вот, теперь такой кривой попался. Теперь такой. Теперь такой там постоянно одинаково попадается. один, два, три, один, два, три. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Вот, когда до четырёх досчитал уже и сработал кнопку. Один, два, три. И тут уже батарейка почти разрядилась. По-моему, это где-то, может, час-час с половиной она держала. Вот, уточнение шесть часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну, а так на высоких частотах, если проверять, то вроде бы и не почти одинаково проявляет. Фронты крутизны, крутые, она идет на одиночной мемпульсе, как-то вот так пляшет. Могу попробовать показатели. Эту канал пока отключу. Снял ее, чтобы частоты каналов были разные. Теперь второй канал беру и к частоту подниму до одного мегагерца. Допустим, для начала. И второй канал. Подключу какой-то мост, целый гноф. Можно их подключить. Продолжение следует... Сперва я подключил. Вот тут уже вроде бы ничего не пляшет и нормальные фрукты. Вот уже показывает, что красная черточка уже быстро разрядится на батарее. Видно, что красное мелькает в самом конце. Вот тут. Ну и тут вроде бы все нормально работает. Немножко увеличим. Более-менее нормально. Вот один мегагерц показывает. Вот фронты так не пляшет, как там. Так что не знаю, может там драйвер идет, а драйвер или генератор кто-то что. В общем непонятно, почему это нормально показывает. Вот я частоту увеличиваю 2 мегагерца. 3, 4, 5, 6 мегагерц. Попробую второй колокольчик на второй колокольчик. Попробую второй колокольчик. Ну а там тоже нет прямоугольников, он уже начинает на синусоиды становиться похож на 50, а на секунду клетка он тут уже тоже на синусоиды начнет, но вероятно тут сам генератор не может очень точно тоже сигнал выдать А вот что если я переключу на 1x, сделаю 2 вольта клетка и переключу на 1x, покажу как он сильно сильно скользит вот он какой-то треугольник превращается вот я теперь частоту пониже 5 мегагерц, 4 мегагерца, вот 3 мегагерца, вот он искажает а тут вот в 1 мегагерце он был чет вот тут вот если деление на 1 не ставлю, он как-то очень сильно искажает сигнал вот я опять переключу на 10x и приближу, вот он тут немного лучше ну а это только для низких частот тут все показывает, большой экран хороший, только до каких 100 кГц нужно мерить. Тут еще самому паяться нужно было, вот этот я что-то тут наделал, теперь не работает, тут 2 вольта клетка, тут 1 вольт, на этом должен 2 вольта, я на этом должен показывать 5 вольт, вот тут что-то там паял, пробую попортить, поправиться там, попортиться, что-то, в общем, я там в комнате навонял тыканифолью, пока тут паял. И когда немножко его прогибал, когда я раньше это вообще, ну теперь немножко прогибаю, вот так вот, и он тогда остановит и пропадает сигнал в этом. Не знаю, его или стоило покупать. Можно, правда, тут скваженность уменьшить, а тут теперь 2 МГц, говорю 1, не 1, а 2, вот 1 МГц. Вот 505 кГц, теперь можно тоже попробовать, тут длительность симпульса сделать 1%, вот. Посмотреть, или тут плясать будет, это длительность, но тут странно, тут он не пляжный, там он как-то пляжный, вот. 1,1% длительность. И 0,2 вольта клетка, но тут нужно, так стоит, 10, x делитель, так значит, 2 вольта клетка. 2,4 и 8 вольт, но по идее тут должно быть 2,4 и 5 вольт, что-то не то. А тут неправильно показывает, тут нужно еще на 2 умножить, тогда получится 10 вольт, потому что когда тут, хоть и пишите, делите в 10x, но тут как-то на 20x тут на самом деле. Поэтому тут 4 вольта клетка, и вот тут вот амплитуда 20 вольт. И там, в общем, амплитуда 20 вольт, но это от пика от пика, а там еще в сет есть 10 вольт, то есть 10 вольт отнимается, 20 получается амплитуда 27 вольт. Тут вот где-то 490 милливольт, то есть на самом деле 5 вольт, но тут нужно на 20, то есть на 5 милливольт нужно на 20 умножить и будет 10 вольт. Вот написано 10 вольт на самом деле 20, но когда вольт переключает, во все он отключился, разрядился. В общем, даже когда работает он теплый, насколько я заметил, он греется. Хотя пишут, что мало потребляет, очень мало потребляет. Продолжение следует...